Всем привет! Всем доброго времени суток! Зовут меня Ольга и вы на канале Жизнь деревни Костромской. Я рада всех приветствовать. Невестушка стоит вся белая. О, тут уже вовсю работают труженики. Собирают вкусняшки. Очень красиво смотрится. Яблоньки все цветут, все в цветах. Здесь тоже у нас в углу расцветает эта вишня. Маленькая еще. Второй год только расцветает. В том году вообще был один цветочек. И трава, трава вовсю прет. А эта малышка только набирает еще цвет. И у нее цветы будут не белые, а красные. Это красота белоснежная. Если в этом году не будет плодоносить, попрощаемся. Это гибрид вишни со сливой. Всегда вот такая вот красивая-красивая. Вся в цвету белая. Но ни одной ягодки. Третий год мы с нее еще не попробовали. Цвет то осыпается, то еще что-то. Зато заморозки бывают. В общем, вот такая вот тоже белая невестушка. Очень красиво. Согласитесь, красотища. Начинает клубничкой расцветать. Надо все рыхлить. И земляника цвет набирает. В том году мне эти кустики отдали никакими. Я их, можно сказать, выходила. Они даже плодоносили. Но травы везде. Ужас! А в теплице уже вовсю цветет. Я ее на днях подкормила. И здесь ей комфортно. В общем, клубника у нас зацвела. Пытаемся поднять землю. Уже который раз перебахиваем, чтобы ее хоть как-то выдувало. Очень сыро. Вообще сыро. Нет слов просто. Хотя у нас стоит 30-ти градусная жара. Ну, в общем, сыро-сыро-сыро. Ну, что я хочу сказать. Спахали первый раз. Вроде подняли. Все замечательно. Сажать бы и сажать. Но не прошли борозды. И в этот же вечер был сильный ливень. А на второй день был ураган страшенный. Который добавил воды. Сыро. Ну, куда в такую землю? Вообще. Она даже не рассыпается. Как глина вся. Очень-очень сыро. Здесь вроде бы и посуше. До середины загона точно. Ну, тоже. Желательно бы еще дать ей подсохнуть. Но у нас, по прогнозам, опять в ближайшее время дожди. Время 8. У нас вот такая температура на градусники опять будет больше 30-100%. Ровно сутки прошли. Более-менее по Абдулу. Но все равно еще сыро. Решили все-таки начинать сажать картошку. Вечером муж уезжает. Я остаюсь одна. И мне одной все не ухватить. Огород и работа. Если была дома, да, действительно, другое дело. Вышил, потихоньку делаешь. А тут все в кучу. Поэтому у меня даже еще в теплицу ничего не высажено. В общем, сажаем картошку сегодня. В этом году решили сажать с одним удобрением, без навоза. Дадим земле отдохнуть. Годик перерыв сделаем. Картошку подготавливаю. Набрала ростки всякие и большие. Вот такие вот есть большущие и маленькие. Есть и совсем малыши. Это новый сорт. Купила попробовать. Называется Удача. Сорт ранний. Кто сажал такой сорт, было бы интересно услышать отзывы. Решила попробовать сама. Совсем-совсем малыши. Вот такие вот росточки. В общем, картошку в этом огороде два загона мы посадили. Примерно за час с небольшим. В этом году сажали по доске ямками, лунками с добавлением картофельного удобрения. Удобрения для картошки без навоза. По доске, чтобы не утаптывать землю. И так очень сырая и тяжелая. Ну, а от навоза решили отдохнуть. Азота в земле достаточно. Я еще осенью сею всегда горчицу. Поэтому в этом году решили дать земельке отдохнуть немножко от азота. Вот сейчас время 10 час. У нас очень жарко. Сегодня еще ветерок. И очень сильно с утра достают мошки. Появилась у нас мошка рака, комары. Так что жить станет намного веселее. В общем, здесь картошку посадили. Ушло у меня на эти два загона около шести ведер. Мелочь еще не посажена. Морковка, лук. Ничего еще не в теплице. В общем, в ближайшее время буду заниматься этим. По поводу загонов с этой стороны думаем. Возможно, будем сажать. Возможно, нет. Может быть, отдам людям, чтобы здесь посадили. То есть спрашивали. Может быть, сама посажу. Сначала тот огород мелочь досаживаю. И посмотрим, будет силы и желание здесь посадим. Конечно, картошка не помешает. А с другой стороны, ну куда нам? Что мы одну картошку едим, что ли? Поэтому увидим. Ну, спахать в любом случае спашем. А дальше посмотрим. В общем, отсадив картошку и быстренько перекусив, мы рванули в дорогу. В этот день у нас было очень много дел в районном центре, поэтому пришлось срочно ехать. Очень радует, что ремонт дорог в нашем районе продолжается. И вы посмотрите, как изменился центр города. Раньше в этом месте росло очень много тополей. И тополиный пух, летая в воздухе, создавал ряд неудобств. Поэтому деревья убрали, высадили кусты, деревья, цветы. И это место стало очень красивым и уютным. По крайней мере, мне очень нравится. Ну, а это место мы во много раз показывали. Это наша знаменитая пуговица. И, кстати, бабушку-ягуму у своей избушки не заметили. Возможно, она пряталась от жары в своем домике. Переделав все свои дела, на обратном пути мы заехали за рассадой. И вы только посмотрите на это многообразие ярких красок и цветов. Здесь можно было приобрести любую рассаду, начиная от самой простой, дешевой и заканчивая изысканной красавицей питуней. В общем, на любой цвет, вкус и кошелек. Кроме рассады цветов, здесь можно было приобрести саженцы клубники, рассаду капусты разных сортов. Конечно же, я тоже не удержалась и приобрела несколько экземплярчиков, которые планирую высадить в ближайшем будущем, как только позволит погода. Какой красивый закат у нас сегодня. Обалденный закат. На небе месяц. Мало того, что закат красивый, в воздухе вовсю пахнет черемухой. Вот она, красавица. Распускается. Она уже распустилась. Красотища белая, ароматная. Звуки вечерние. Где вы в городе услышите такие звуки? Сегодня буду сажать лук. Обрезала с двух сторон. Я всегда обрезаю луковички с двух сторон. И попку, чтобы быстрее пошли корешки. И верхушечку. Залила водой. Добавила нашатырного спирта. Совсем-совсем немножечко, чтобы отпугивать луковую муху. И чтобы обеззаразить луковицу, добавила фитоспорин. У меня жидкий фитоспорин. В общем, оставляю на два часа. И будем потом сажать. Ну, а пока у нас лук будет мокнуть, я занимаюсь с морковкой. Готовлю бороздки для посадки моркови. В этом году муж мне спахал здесь мотоблоком. Эту грядку. И еще одну. Обычно я перекапываю с навозом. Но в этом году мне пришлось сделать следующим образом. Вот такие бороздки. Я сажаю в совмещенные посадки. У меня здесь будет и лук, и морковка. Прошла бороздки, на дно которых добавила простого обычного речного песка. И сверху перегноя. Это навоз. Им уже три года. В общем, настоящий перегной. То есть будет целевое потребление растюшками питательных веществ. Не по всей грядке, а конкретно под культурой. Вот сейчас вот эту бороздку еще добавлю перегной. И будем сеять морковь. В совмещенные посадки практикую давно. Нравится. Луковая муха, морковная муха друг друга не переносят. Тем более грядки эти широкие. Неудобно обрабатывать. Там уже на второй я посадила. Ну, а это сорта, которые буду сеять. Вот первый год буду сеять длинная, тупая, без сердцевины. Попробую. Морковь император в прошлом году сажала. Понравилась. Ну, естественно, в ней всякой конкуренции. Санькина любовь. Обожаю этот сорт. Замечательно хранится. Всегда вырастает. Вкусная, сочная. Тем более я люблю вот такие тупоконечные сорта. Поэтому даже на пачке, видите, написано. Рекомендуем. Возьми, не пожалеешь. В общем, все посажено. Осталось мне вот здесь доделать. Погода у нас скуксится. Ветер. Ходят тучи. Но на улице комфортно работать. В общем, сегодня постараемся высадить всю мелочь, если позволит погодка. Ну, вот под такие звуки я и работаю. Все, морковку посеяли. Сейчас будем сажать лук. В общем, отсадила морковку, лук сивок, простой лук. И у нас, смотрите, что творится. Идет опять к нам гроза. МЧС прислала, что гроза до конца дня. Дождь. Вот как сажаться, а? В общем, осталось мне по мелочи. Горох, салат, редиску. Ну и цветочки. Но на сегодня, я думаю, все. Посмотрим. Хотела высадить в теплицу все. Но подожду. Ласточки летают очень низко над землей. Точно будет дождь. К нам идет. Вот так же примерно все начиналось несколько дней назад. Только было намного страшнее. Был у нас очень сильный ураган. Последствия которого немножечко я вам покажу. Здесь вообще висит какой-то провод. Не знаю, мимо идти даже страшно. Что-то шнур, провод, не знаю. Вроде ничего не искрит, но он к столбу идет. Канавы все, все переполнены водой. Сейчас еще утром более-менее. Она уже уходит. Но вчера что было? У школы, где мое любимое место, где березки растут. Вон что делается. Сломала дерево. Вернее, часть дерева. Березку повредила. В другом месте. Не могу понять, тут не одна, что ли. В общем, тоже сломанные деревья. Ну, про такие мелочи я вообще молчу. У кого-то нет трубы, у кого-то согнуло, у кого-то сняло шифер с крыш. У кого-то и железо пострадало. Спортзал часть крыши раскрыла. У соседей напротив сняла крышу с сарайки. А там целая сарайка, скотин. Ребят, это просто подумайте. У наших соседей за стенкой. Вот через такой забор просто перекинула теплицу. Остался один каркас. Поликарбонат собирали весь вечер. Остатки вон валяются. Везде разбросаны. И вот такие теплицы летали у нас, мама, не горюй. Место, которое я вам часто показываю. Здесь две сосны. Видите, сами какое стало. Одну сосну сломала, одну ободрала. Стоит некрасивая. Блин, так жалко. В общем, ходим, собираем. Весь мусор. Вот такие вот листы летели металлические в воздухе. Просто как бумажки летали. Всякие какие-то коробки, картонки, куски. Всякие, вы видите, все валяется. Это, конечно, цветочки. То, что я успела заснять. В общем, начудила погода. И сейчас что-то похожее движется в нашу сторону. Честно скажу, страшно. После того, что у нас было, уже теперь очень страшно. Все началось просто резко. Очень сильный ветер налетел. И творилось, конечно, можно сказать, света, представление. Очень сильно пострадало соседнее село, кладбище. В общем, сносила деревья вековые. Просто с корнями выдирала. У многих пострадали памятники, ограды. Раскрыла медицинский пункт, крышу. У многих сносила теплица, уносила. В общем, я не знаю ни одного хозяйства, где не было каких-то повреждений. Что-то было. То забор, то крыша, то дровяник, то сарайка. Последствия этого урагана люди устраняют до сих пор. И, конечно, это очень страшно. Не приведи Господь. Я знаю, что не только в нашей области в тот день было. Ну, просто. Просто было очень страшно. И не дай бог, конечно, такое пережить кому-то. Конкретно у нас таких, видимых, повреждений не было. Немножко задрала два листа железа на крыше. Перевернула мангал. Ну, в общем, немножко покосился забор металлический, да, железный. Наклонила его в сторону. Но можно сказать, что мы отделались малой кровью. Ну, а у людей, люди, можно сказать, попали на деньги. Кто-то полностью перекрывает крыши, кто-то покупает поликарбонат на теплице. Были случаи, что в теплице уже было все высажено. И представьте себе состояние хозяйки, да, которая высадила всю рассаду. И снесло теплицу, рассаду повредило. И, конечно, жалко, обидно, жалко трудов. Но это природа, ничего не поделаешь. В общем, эта весна у нас чудная, скажем так. Дожди были, жара 30-ти градусная и даже ураган был в нашей области. Всем хорошей погоды, хороших посадок, без катаклизмов природных. В общем. Ну, а я иду домой. Сейчас, наверное, нет смысла досаживать. Приближается гроза к нам. Надеюсь, что обойдет стороной. Ну, пойдем дома делами заниматься. Сосну бедную качает. И так-то осталось немножко. Господи, хоть бы не доломало. Все. Собаки по будкам. Ветер усиливается, тоже уходим. Гремит, сверкает. Я не люблю грозу. Люблю, когда идет спокойная дождь. Такую погоду не люблю. Липа моя, липа. Тоже вовсю колышется. Все время переживаю, чтобы не брякнулась на теплицу. Все, дождь пошел. В общем, гроза пошла стороной. Но у нас идет хороший дождик. Вот как отсадиться, друзья. Не дает нам погоду завершить посадки. Заканчивать буду свое видео. Всем удачи. Всем хорошей погоды. Дорогите себя. И до новых видео встреч. Субтитры сделал DimaTorzok